А те, кто эту самую безопасность будет обеспечивать, уже мобилизуются. В Павлодаре бойцы из нескольких воинских частей страны оттачивают свои навыки по химической, радиационной и биологической защите. В регионе проходят специальные полевые учения. На полигоне создаются условия, приближенные к реально чрезвычайной ситуации в зонах радиоактивного заражения. Решения принимаются быстро, теорию применяют на практике. Сабина Рахимбай следила за ходом учебной операции. На протяжении 15 дней военнослужащие живут вот в таких полевых условиях. Здесь они приобретают как теоретические, так и практические навыки. Главная их задача — определить границы зараженного участка. Благодаря таким учениям специалисты готовы к любой ситуации. По сценарию всё начинается с сигнала тревоги. На небольшой участок распространилось радиоактивное вещество. Услушав сирену, военнослужащие, не раздумывая, должны надеть на себя защитные костюмы и покинуть место заражения. Специальная группа проводит обследование территории при помощи аппаратуры. Делается забор воздуха. После определения радиоактивного вещества границы участка определяют такими флажками. В данной полигонной практике отрабатываем все задачи и мероприятия по радиационной, химической, биологической защите. Также проведение дегазации, дезактивации, дезинфекции. Сейчас в основном дезинфекции в связи с пандемией. Такие выезды у нас нередко, потому что мы готовимся. Проводится профессиональная тренировка постоянная. У нас стояло напряжение и готовность. Всегда приехать и помочь. Учения проходят дважды в год, чтобы военнослужащие были готовы к любому развитию событий. Здесь их знакомят с новейшими приборами, учат бдительности и умению оперативно принимать решения в сложных ситуациях. Сибир Химбая, Марат Игликов из Павлодара. Итоги дня.